Но когда мы говорим о русской идее, о русскости, о том, что еще этнологи 19 века называли мощью народа, освоившего огромные евразийские пространства, именно самокопная мощь народа, мы должны всегда учитывать, что у каждого из нас, естественно, был предок и в Палеолите, и миллионы лет тому назад, и поэтому, говоря о этнической территории русских, о их самосознании, о той идее, которая питала все эти многие тысячелетия данный народ, данный этнос, мы должны учитывать еще и то обстоятельство, что всегда определяются какие-то аналоги, и в данной ситуации для нас источником будут являться наиболее древние памятники индоевропейцев, это Махабхарата, Регвета, Авеста, и прежде всего Махабхарата. Почему я акцентирую внимание именно на этих памятниках? Ну, потому что самый древний свод, самая древняя часть Махабхарата, безусловно, была создана в этих приполярных широтах. Судя по ее географическим характеристикам, по ландшафтным характеристикам, по тому описанию звездного неба, которое южнее 56 градусов просто не может быть, это действительно памятник ранних индоевропейцев, созданных в приполярье. И о чем же нам говорит Махабхарата? Она говорит о структурировании Вселенной и о том, каким образом ранние индоевропейцы, в состав которых, безусловно, входили наши предки, они определяли для себя вот эту вот самую Вселенную, свое место во Вселенной и ту задачу, которую выполняет человек, придя в этот мир. Итак, Махабхарата в своей первой книге о Дипарве говорит о том, что по слову или мысли Творца, олицетворенному словом, появилось некое лицо, в котором первым светом, абсолютным, вездесущим, из которого все выходит и в который все возвращается, был вечный брахмо, оно. И у него было только одно свойство – звук, семь звуков и аккорд. Затем появляется движение или ветер, у которого уже два свойства – звучание и касание, то есть инерция. И, наконец, из этих двух расстается третий компонент триады – это, собственно, свет, который мы видим, то есть у него уже три свойства – звучание, касание и образ. Образ – это то, что касается физического мира, и поэтому свет находится как бы на порубежье. Мира абсолютных идей, мира абсолютных образов и того физического мира с уже утраченными какими-то абсолютными характеристиками, в котором мы с вами живем. Когда мы говорим о осознании всего этого славянским миром или нашими предками, мы должны обратиться уже, естественно, к нашим памятникам. На рубеже XII-XIII века появляется поучение против физического, где говорится о том, что русские язычники в первый день недели, в воскресенье, поклоняются свету, не солнцу, утверждая, что солнце – только вещь света или вещественное воплощение света, а какому-то другому, белому, абсолютному свету. И что, изобразив его в образе жены, то есть женщины, они ему везде требы кладут и поклоняются. Ну, мы знаем, что в наших вышивках, в качестве, в изобразительных мотивах везде присутствует вот эта вот богиня, которая олицетворяет собой некую, ну, как сказать, шакти, так называемую, то есть движущую силу вот этого самого Брахмо, потому что Брахмо – это абсолютный принцип, но есть еще, значит, потенциальный мужской и воплощающий женский. И этот воплощающий женский принцип присутствует в нашей вышивке, в нашем качестве. Но мало этого, оказывается, что и в русской традиции есть все то же самое. О чем нам говорит Махабхарата? Ну, так в частности, например. В сказке о Кащее Бессмертном говорится о том, что не в наш мир, ну, скажем так, это сундук. Почему я говорю, говорится в сказке? В сказке просто сундук, в сундуке заяц, в зайце утка, в утке яйцо, в яйце игла. И на конце иглы смерть Кащея. Что же происходит в Упанишадах, где объясняется, опять же, структура мира? Говорится, что наш мир похож на ловец или сундук, где есть и небо, и земля. Внутри его помещается заяц, который, в свою очередь, воплощает мужское начало. Возможность мужчины передавать семенем информацию, огромное количество информационных кодов, из которых женское начало берет только один код и воплощает его, то есть зачинает и потом рожает. В нем находится утка. Утка, гусь, лебедь по Упанишадам. Это огонь или свет на водах. Внутри ее находится яйцо. То самое яйцо, о котором говорится в Адипарге, что это Брахмо или это Эфир, и это начало всех начал. И в нем находится игла. Разворачивание Вселенной идет из точки, как считали древние. Они ее называют Тка. И считают, что она вечная, в отличие от всего остального, что трансформируется и меняется. Итак, у нас есть с вами основание этой иглы, сломав которую мы фактически уничтожаем всю Вселенную. И таким образом Кащяпа или Черепаха или Кащей Бессмертный прекращает свое существование, а значит прекращает существование нашей Вселенной. Вот вам, пожалуйста, русский вариант, сохраненный до нашего времени практически в сказке того, о чем говорится и в Махабхарате, и о чем говорится в Ригведе, и о чем говорится в Овесте. Что касается еще одного источника, то, безусловно, это Велесова книга, который утверждает, что существует три как бы ступени. Правь, ярь и насть. Где правь – это мир абсолютных космических законов, абсолютных форм и абсолютных, в общем-то, образов. Затем следует ярь – это наш проявленный мир, в котором все это несколько снижается, трансформируется, изменяется, и уже не так совершенно. И, наконец, нарь, где мы снова корректируем наш образный мир, превращаем его в абсолютное, возвращаем его обратно в правь. То есть вот эта вот троичная система, она присутствует и в нашей народной традиции достаточно хорошо. Надо сказать, что, ко всему прочему, мы должны обратиться еще и к нашей лексике. Я тут вот недавно по телевизору видела передачу «Голос», где Дима Билан, объясняя одной из девочек, что как хорошо, что она выбрала вот такую вот основную линию для себя, как пение, участь в музыкальной школе, он ей решил объяснить еще, что он хотел сказать. Он сказал, это был твой главный путь. Она кивнула головой, и дальше Дима, мальчик из города Майского, Кабардино-Балкарской республики, вдруг заявляет «Дженерал!» Я так несколько прибалдела, честно говоря. Александру Сергеевичу Курскину хватило русского языка для того, чтобы написать Евгения Онегина, Бориса Годунова и маленькие трагедии. Льву Николаевичу Толстому для того, чтобы написать «Войну и мир». Помните, как он описывает там Наташу Ростову и говорит, откуда эта графинечка, воспитанная гувернанткой-француженкой, вдруг взяла все эти приемы. На приемах были те самые, которые ждали от него и батюшка, и дядюшка. Русские, настоящие. А тут у нас на сегодняшний день наши мальчики не могут без английского языка объяснить что-то. На самом деле наш язык удивительно богат и сохранил такие архаизмы, которые не сохранили многие языки, практически все языки индоевропейской семьи, не так богаты, как богат русский язык. Не случайно наш соотечественник Валерий Брюсов говорил, что не надо обманчивых слов, не надо красивых утопий, но рок поднимает вопрос. Ну кто в этой старой Европе? Случайные гости? Орда, пришедшая с камой и соби, что яростью дышит всегда, все будет с бессмысленной злоби. Ильмы, тот великий народ, чье имя не будет забыто, чья речи поныне поют, созвучно с напевом санскрита. Так вот, говоря о санскритских памятниках, мы должны, естественно, обратиться и к нашей обыденной речи, к нашей лексике. Как в русском государстве назывались высшие слои социальной структуры? Называлось светское общество, высший свет, да? Человек, светский человек. Дальше. Высокий социальный статус у человека. Это ваша светлость, ваше сиятельство. Светлейший князь. Таким образом, мы видим, что везде, когда говорится о очень высоком статусе человека или социальной прослойки, используется термин, связанный со светом. Да, действительно, в народной традиции даже святые называются свитьё, то есть те, кто наполнены светом. Отсюда и такая терминология, как образование и просвещение, что в принципе значит одно и то же. Образование это создание идеального образа, стремление вернуться к идеальному образу. Отсюда и просвещение, то есть просветить, сделать более светлым, более ясным. Вот в этом наконец, в конце концов, и есть самая главная задача человека в русской традиции наполнить себя светом, вернуться к изначальному свету, то есть понять и постигнуть космический закон Вселенной. Не накопительство, не собирательство, не стяжательство, а именно свет. Почему и наш этноним звучит примерно так же? Русы во всех индоевропейских языках значит светлые, ясные, просветленные. Раша это зодиак. Вы знаете, что в английском языке наш этноним так и звучит. Раша. Но Раша на санскрите это зодиак, то есть звездные, просветленные, наполненные изначальным светом. Риши это мудрецы, семь звезд большой медведицы. Опять же все, что связано со светом и со звездами. Но Риши и Раша это суд одно и то же. Страна Расатала упоминается еще в Махабхарате. Расатала это значит светлая земля и находится она на побережье Белого и Баренцева моря. И наконец Русья в санскрите прекрасная, светлая, святая. Да если мы посмотрим в индоевропейский языке, в такой как итальянский, где Белла, то есть белая, значит красавица, или во французском Бель, прекрасная, красивая, то мы увидим, что отголоски вот этой этнической традиции они сохранились и в других индоевропейских языках, но нигде в таком чистом виде, как в русском языке, как в русской традиции, этнической традиции, нравственной, моральной традиции и даже в самоназвании народа не сохранилось это представление о том, что нужно жить в свете, быть светлым, просветленным и возвращаться в свет. Не случайно один из гимнов в Махабхарах говорит, да стану я светом в свете чистом, безгрешном, то есть уходя из этого мира превращусь в свет наконец и стану частью того самого изначального света, который здесь в нашей традиции таким вот образом описан. Ну вот у меня все здесь. Спасибо.